Во имя Отца, Истрины и Святого Духа. Аминь. Первое послание святого апостола Павла к Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Павел писал письма в разных обстановках. Переписан пишет, находясь в тюрьме, в то время считалась одна рука у него прикована к стене, тогда положение было другое совсем. Это сегодня, там наводят чистоту, прогулки, там ничего этого не было. И он, как будто бы ничего не чувствует. 11 раз послание к переписану, говорит, радуйтесь. И еще раз говорю, радуйтесь. А потом, радуйтесь со мною. Чтобы подражать Павлу, мы должны знать его историю. Вот, уверовали, изменения какие-то у нас произошли, и притом не когда-то, а через годы, а сразу. Вот он сам уйдет. У него из прокуратуры бумага, арестовывать в дамаске верующих, мужчин и женщин, и тащить их. Уничтожали людей, как мог. Вырывали. Вот мы можем увидеть, так был Савл, а потом меняется имя на Павла. Почему? В это время перед правителем Сергием Павлом он говорил, волк мешал ему, правитель обратился, и считается, что его имя он взял, как мудро поступил этот губернатор. «Подражайте мне, как я Христу». А мы напрямую можем, и без Павла труднее намного это, потому что это Бога-человек, который явился, который показывал, что невозможно выразить словами. У нас этого ничего, может, и не было. И Павел оставил биографию. Вот как только появляется он, мы считаем об этом, 7 глава уже идет, Деяния апостолов, 28, центральная фигура Деяния апостолов. Почему нету Евангелия у него? Он не знал на батарею Христа. Почему ни одного послания нет ни у Матфея, ни у Марка, ни у Луки, ни у Иоанна? Мы не знаем. Только знаем одно, что Павел был ученый человек. Фарисеев, фарисеев, по правде законы непорочный. И вот это все, что у него было, направлено на то, чтобы предотвратить приход людей ко Христу, Господь направил на пользу. И вот он здесь пишет, подражайте мне, как я Христу. Я хочу просто 26 мест открыть Библии, показать, где, чему мы должны подражать, а чему не должны, и даже как огня бояться этого. Вот сейчас начни просто говорить, и отвечать нечем. Вы это все запоминаете, переспрашиваете, записываете себе. Тут можно положить на подоконье где-то. Первые христиане так и делали. Послание одно было на весь мир. Они тут же его размножали, никаких средств магнитоконок не было. И уносили, и все равно потеряли. Было послание к Ладий Кейсову, его нигде нет. Послание, в Коринфянам три послания было, осталось только два. Изымали, все уничтожали. Есть такое выражение у одного автора, что рукописи не горят. Горят, очень сильно горят. Смысл заложен такой, что если это не один экземпляр, а много, то трудно уничтожить. Я передаю опыт своей жизни. У меня приезжали разные люди, где я живу. Вторая строительность, 62-16, жил раньше. Разные, разные люди. Академгородок Новосибирский присылал своих людей. И в это время близкие отношения были с минонитом, немцем, пришедшим в православие, отец Геннадий Фаст. Очень известный библеист. Я ухожу на работу на сутки, и каждому даю задание. А его чем занять-то? Он знает, преподаватель бывшей Томского университета физики и математики. У меня нет даже этого образования. А в это время книга появляется об откровении. Главное это Андрей Кисарийский. Я ему книгу говорю, давай займись этим толкованием. У него на это ушло где-то около трех лет. И теперь в нашем трехтомнике вот это толкование собрано по всем святым отцам с опровержением всех современных стектантских лжеучений. Вот как к этому относиться? Он только услышал один раз и сразу это все перехватил в себе. Нужно себя настроить на это. Вот Павла в жизни. Как-нибудь, ну сколько знаешь, попробуй на бумаге это изобразить. И ты увидишь, что жизнь твоя похожа она или не похожа. В чем? Когда ты обратился, скажи, Павел, две графы сделай. Павел там-то шел в Дамаск. Встретил Христа. Я его встречал. Не обязательно в таком виде. Но его встретить надо. Вот сейчас у нас 27-е будет сентября. Ровно 20 лет в 17.00, как я впервые получил в руки Библию. Евангелие считать. И душа моя обратилась. Это 60 лет. 60. Ровно 60 будет. Я не могу передать это переживание, но когда там я был, я не мог остановиться. У меня рыдания повалили. Как все изменилось. Это редкий случай. Сразу же Бог дал мне рождение свыше и крещение Духом Святым. И этот огонь 60 лет горит. Я призываю к тому, что пересмотрите себя. Не просто пришел, отстоял и ушел. К чему-то это должен приложиться. Где-то научиться. Что-то спросить. Христианин он все время расти должен духовно. Не так. Первый день не такой. Это мертвое. Мертворожденное дитя. Встречаешься с людьми. С двух сторон с него. Говоря ему, он принимает, головой кивает. Отошел он, упал. Это мертвеца такой. Прижми с двух сторон. Он будет сидеть. Отошел он, упал. Притом ты будешь знать, с кем общаться, с кем не общаться. Когда вставать. Что употреблять в пищу. Что слушать. Как ходить. Как одеваться. Все абсолютно заложено в этом дне. День твой. И притом Бог открывает сразу. Я тогда не знал даже за Тауса ни одной строчки. Спустя годы я насчитываю 12 томов. Я их считаю. А уже они мне давно известны. Я отвечал эти вопросы. Все 12 томов Бог меня раньше вложил в тот день. Как это Бог. Моего тут ничего нет. Сейчас мы посмотрим. Какой день мы подражали Павлу. Пойти на страдания добровольно не пойдешь. Потянут. Будут времена гонения. Всего будут хватать подряд. Придется тебе испытать. Ты узнаешь как там. Там обращались люди. У тебя будут они обращаться или нет. Вот он пишет что-то. Ну не все такие грамотные апостолы не написали. Но готовые принять мы можем. Другим дать можем. От нас вот уезжают. Мы каждому вопрос задаем. У тебя есть Евангелие дорога раздавать? Вот приехали с горного Алтая. Мы им столько Евангелий дали. Что у них рессоры прогнулись. Это даже. Это Бог дает. Мы-то тоже не сразу берем где-то. Нужно было много. Кое-как раз узнали. Поехали в Иркутск. Загрузились. А теперь канал открытый. Это вообразить даже нельзя. Что Бог делает. Какие чудеса с нами ежедневно. Я несколько дней просил у Бога. Вот вчера. Кто не был здесь. Не услышал. Я говорил проповедь об Аграде. Я не готовился. Но у меня все время в запасе около сотни проповедей. Храм закрыт. А где батюшка? Я попросил брата Стефана. Он сбегал. Бернулся. Батюшки нет. Как? Уехал? Его нет. Я стоил около Аграды. Я посмотрел на Аграду. Вот проповедь очень важная. Кто вчера был, увидел, сколько этих Аград у нас. И притом мы Аграду это сегодня не скотину закрыть где-то, а не допустить. Мы были вчера, слышали это. Здесь я стал просить Господи. Что? И Господь сказал, вот это, скажи народу сему. Это Господь говорит не голосом, а словом своим. Вот апостол Павел говорит, подражайте мне. Вы на иконах его видели? Ну, не такой, может, был. Ну, воображайте, что это не мой звук. Это Павел сегодня пришел сюда, встал и говорит перед вами. Подражайте мне, как я хресту. Ну, мы еще посмотрим, как ты живешь. Сразу будет отторжение. Потому это на бумаге. Вот люди приезжают, мы храм открыли, построили. Владыка, нам нужен спещение. И какой? Ну, чтобы выглядел так презентабельно. Ну, не такого же маленького. А еще что? Ну, чтобы голос был, но-то разбирался. Ну, нас любил. Они насчислили столько качеств его. Владыка, есть у вас? Ну, говорит, есть. Он пошел, выносит им иконы. Говорит, вот смотрите. Так это здесь. Другого нету. Только на иконах. Они были, да ушли. А где другие священники? Расстреляли всех. Они канонизируются еще. Вот мы загадываем, какие с нами должны быть. Вот мне не раз писали, я ищу место, где жить, где бы меня любили и понимали. А ты найди там, где ты всех любишь и всех понимаешь. У нас вот сколько людей здесь верующие, они не ходят никогда. Почему? Приглазил их священник быть и ходить, а то еще вот при счастье. Притом одинаково. Слово Божие у нас одно и то же. Богослужение там изменено немного. Духа Святаго Господа истинного даже говорил. Различий никаких как бы и нет. А Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. А как он говорит? Для всех я сделал со всем. Чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Для всех. Ну все, Баптисты, Адвентисты седьмого дня, Смяты, Леговы. И он для всех это будет. Он сам сказал это. И с кем он только не встречался. И он находил там людей. Мне пришлось вот 60 лет именно таким быть, говорить. Люди, которые не понимают. А вы с католиками знаете, знают. А вы с Баптистами молились, молился. Насколько пришло в них через эту молитву? Почему дальше-то не продолжаешь? Да, Павел с священниками поет. Тюрьма раскрылась. А сколько людей обратилось? Сколько крещения приняли? Поэтому серьезно отнеситесь к этой теме. Попутно второе место просчитаем сейчас. Чтобы ближе было нам. Филиппийцам 3.17. Подражайте мне, он говорит. Он умер. Считать у нас отец с матерью вдвоем они не умели считать. Полкласса не кончили. А мы подражали им почему, глядя на их жизнь. И не то, что мы смотрели. Оно ежедневно такое было. И вот я знаю, как спрашивают таких людей. А как вы воспитывали детей? А их никто не воспитывал. Я скажу, даже у нас кончины свои были. Их спросили. Дети-то хорошие все. Примерные в школе. Ну, они смотрели, как мы живем. Видимо догадывались, что надо так и поступать. Подражайте, братья. Мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Значит, он на Христа смотрит. Есть люди, которые на образ в нем. А вы подражайте им. Теперь всегда мы можем подражать. Вот найдите на этой земле. Через кого вы услышали слово Божие, пришли. Ну, прикиньте маленько. У вас же знакомства много. Ездите везде. Как вы будете подражать? Вот. Сеотрико два дня назад теперь уже будет. У нас здесь был новый архиерей. На территории, кому отведено, сколько его епархия. Он называется Славгородский Каменский. И вот он был здесь, Антоний. Первый раз мы его видели. Видели, какое его расположение. Это очень заинтересовало меня. Как так? Даже фотографируй, если назвали, то мне по имени и отчеству дают встать рядом. Оказывается, смотрят, нашли ресурсы сознались. Они все время с нами. И у него возражений никаких не было. Кто был, слышали, что я на трапезе. Он там сказал. Суровые, гневные Божьи слова на нас. И ни один священник слова не сказал. Да и не может он при нем сказать. Архиерей тоже нет. Нас Бог так делает. До этого, который на его месте был, все священники, которые к нам приезжали, были заблокированы. Он сразу всех вызвал, предупредил. Кто будет эти, потерял, кто будет отучен. И все замерло. Годы работы нашей он одним взмахом. Мы молились, и Бог его убрал. Убрал он. Даже не при, ну вот, видимо, из Запада и Украины. Такая ненависть ко всему была. А этот, каждое слово вникает. По милости Божьей, пришлось ему главные книги подарить. Ходили мы на Стамаковский пруд. В лагерь зашли. Ну, я вам не буду говорить. Вы все снимали, потом посмотрите. Это нам Бог так дает. Сергия не было. Вам какой-то вызов, что ли, с группой священников, видимо, уехали в Казахстан. Может, посвятить от того мятежа, которые были. Далее. Первое, Коринфянам, 11.1. Будьте подражателями мне, как я Христу. Подражатели мне. Я слышал рассказ такой, проповедник проповедовал о Христе подробно, как он выглядит в Японии. А японец, один поднял руку и говорит, а я знаю, он у нас по соседству живет. Кто? Христос ваш. То есть, он еще не знает, что назвали качеством. Он все это там увидел. А нас что скажут? Где мы были? Кому возвестили? По милости Божьей. Вот когда отец Геннадий закончил работу, у него мелкий красивый почерк, привезли сюда. Что делать? Один экземпляр. А у меня машина около окна все время стоит. КГБская. Наблюдают. Кто бы меня ни был, не вышел, всех обыскивают, отбирают что-то. Ну, что делать? Один экземпляр. Мы посоветовались. На считать, я примерно прикинул, это у нас уйдет около трех дней. Трех дней. Если считать, и добрые люди будут уметь хорошо считать, ну, тогда мы можем запустить, у меня 10 магнитофонов, мы сразу начинаем раскрутку, дальше говорят, как станок работает. А спрятать, оно спрятано и будет, даже я сам не просчитал. Посоветовались, помолились. Давайте начнем. Прямо ночью, сейчас и начнем. И через три дня мы закончили считать, оригинал поставили, и все это пошло и вывозили, по всем, буквально странам и заграницам, а то советская власть была там. Шуток мало было. День и ночь у меня на работе, к коровне, когда в моей вахте, и перед окнами стояли. Когда начали на счет, перед тем, как начертают высшиты, еще тут рассказывать, я на улице расскажу, как они сразу же нас чуть-чуть не захватили. Итак, исход 29-24, напрядитесь. Тут будет говориться, где, кому нельзя подражать. Никак. Не общаться, ничего нельзя. Это 3600 лет назад было сказано. 23-24. Исход. То не поклоняйся богами, и не служи им, и не подражай делами, но сокруши их, и разрушь столбы их. То есть, что это? Есть языческое, сегодня поклоняйся там трупам, мозолеям, и было там маленькие, там пионеры, комсомолы, и все это разрушали. Наши родители, мать сказала, нельзя пионер, нельзя комсомолы, нельзя танцевать. Ну, такое что. И мы это обоялись. Вот здесь вот по внезинке, направо, где у нас сажали картошку, здесь была школа, а мы где жили, ну, где наш Павел жил, рядом с братом Владимировым. В школе пить нельзя. Почему? Мирские люди. Большая переменка, я бегом бегу туда, выпил стакан, бегом обратно сюда, чтобы не опоздать. Вот родительское слово, имело вес. Итак, родители, постарайтесь, если что-то не так, с детьми или как, ваш авторитет должен быть абсолютный. Вы верующие, читайте Евангелие. И найдите счастье, не только на занятия прийти, а днем. Бог ищет десятину. В день работайте по десять счастов, по один час посвятите. Соедините за стол, за стола, все вместе молитвы, когда присоедуем пред Богом, и что читали? А один час. Да я не успею. Успеешь. А почему тебя не было в храме? Ну, у меня такая работа, если я пропущу эту погоду, то времени нет, да, Господь говорит через златоуство, иди в храм, помолись. У тебя на все будет хватать времени. А там у тебя одна деталь за другой будет теряться, ломаться, непогода, что угодно. Я не свои слова говорю. Третья царствия 16,7. То есть, это разные периоды времени, разные цари, и все это на языческие, то есть, на окрестные народы не смотрите. Но через Иуя, сына, на Нива, уже было сказано слово Господня о Ваасе, и о доме его, и о всем зле, который он делал перед очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иеровоаму за то, что он истреблен был. Видите, как поменяется, что отошел от Бога, а царь помазан был. Ну, казалось бы, что же это не подражать? Нет. Мирские вот эти привычки, все это идет оттуда. Не старайтесь иметь близкого отношения с ними. Я вот видел, здесь у нас потеряется. Дозвать невозможно никуда. Как только приехали, тогда было с разъездок, он перед ними бегает, как щелнок, все. Да и нам не запретили, чтобы они приезжают, курят, из-за насловят. Сделали замечание. Ему пришлось отказывать. Он не просто отказывает, а накравливает на батюшку. Я бы вас не против, но священник, вот этот полк, запрещает, чтобы тут быть так. Что ж ты делаешь? Кто-то постучал в ночь, открыть нельзя. А вот через дорогу, тут батюшка живет, к нему посвящись. Ты бы все силы приложил скрыть, чтобы никто не знал, где он находится. Еще совсем неохота подумать, что с тобой будет когда-то. Дальше. Четвертый отца, 16.3, то есть это все дальше и дальше. Но уходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов израилевых. Это божества разные. Их выливали, они были искусно сделаны, красивые. Допустим, у него бык, раскрытый рот, стоит на постаменте, под ним костер разжигает, и когда он весь накалится красный, в это время приносили жертву, брали младенца, покидали в пасть ему. Да как это так? А как сейчас? За время перестройки в Российской Федерации 120 миллионов абортов. Какому валу принесли? Не надо этому удивляться. В России ежегодно перед революцией с чистой прибыли было от 3 до 5 миллионов. А сегодня почти 750 тысяч, почти миллион теряется, уезжают люди. В России с демографией о опасном положении сегодня говорят об этом, пишут. Огромная статья. Россия огромная, а рожать некому. А ты духовно переведи это все. Сколько людей ты мог бы привезти? Я тебе хоть сколько на рожай, куда они пойдут? Все выйдет неизвестно куда. Приведи Господу. Родные, близкие. Я вижу, вы любите их, и помогаете, и все везете, и отдаете. Но за каждый раз, за каждую посылку хоть несколько минут-то посвятите, чтобы детям сказать, я вас люблю, но духовной пищи вы не принимаете. Как же так? Ну как-то расшевелите. Из этих людей, которые приехали к вам, у меня они были и говорили, мы будем ходить на ваши занятия. ни разу не пришли, когда я был занятием в университетах. Ни разу. Какая причина? Вторая паралипоменон, 36-14. Слово паралипоменон означает добавочное. 36-14. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, которого он осветил в Иерусалиме. Сегодня много говорят о патриотизме. Священник, как говорили, такого-то там-то был, действительно, в горящей точке был. И теперь эти там медали, ордена, сюда. Надо быть патриотом. Сегодня патриот, это в буквальном смысле, для себя взять близко к беснованию. Никого не щадить. Россия. Нигде этого не написано, чтобы Израиль был в первом месте. И апостолы об этом не заботились. А они заботились о том, чтобы познали Христа. Смотрели на начальника совершителя веры. Притча Соломона, 28-9. Это прошу запомнить наизусть и заучить. Это нам нужно, когда мы идем в храм. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Мерзость. Вот мы молимся, а молитва мерзость. Мерзавец мужчина, мерзавка женщина. А почему? Слово Божие не читаете. Еще раз считаем. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Мы попадаем туда или нет? Когда последний раз Библия была в руках? Когда считали? Когда ты спрашивал Бога разумения? Вот здесь было время подходящее. Сегодня, ну, может, на занятиях, в интернете, там я отвечаю каждый день на вопросы людей, которые приходят. Каждый день приходится отвечать. Наших не видно. То ли все узнали, то ли забыли. Третья Иоанна. Одна страничка неполная. Мы у Иоанна мы встречаем такие слова, которые нас пугают. И думаешь, как он мог такое написать? 1.11. Одна глава. Возлюбленный, не подражая злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. Не видел и не знает. Вот у нас я грешный, многогрешный, будь бил, если в ко мне грешен, обещал славится и грешил. Это наша молитва, она и правильная. Но у православных никак не вмещаются слова, которые возлюбленный ученик Христов. Иоанн говорит, рожденный от Бога не грешит. Как не грешит? Так написано. И дальше через несколько стихов говорит, рожденный от Бога не может грешить. Даже и не может. Даже у него влечения было бы, он не может. Это перерождение, когда у него. Вот это главная беда священников, это сребролюбие. Любыми путями выжать деньги. Я как раз на обеде об этом говорил. Закройте торговые точки. Это невозможно. Сразу же тут и архиереи все понимают. А почему? Десятину никто не будет платить. Я говорю, у нас на табанец тарелка не ходит. И батюшка не бедный. Все у него есть. Это Бог так делает. Мы должны Слово Божие сделать движущей силой. Имен у Бога много. И все они прекрасные. Когда нападает какая-то беда, там лукавый дух, ты чаще повторяй Иисусову молитву. Говорит, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Имя Иисуса надо чаще. А Давид говорит, Слово Твое превыше всех имен. Вот это да. Библию считаешь, это превыше, чем поминать и говорить. Слово Твое превыше всех имен. А имен у Христа несколько сот. Я пытался узнать, виноградная лоза, я и зверь, пасты, это все его имена. Ефесянам 5.1 И так, подражайте Богу, как чадо возлюбленным. Видите, как просто. Подражайте мне, подражайте, в ком видите этот образ, и, наконец, вводят на привод. Подражайте Богу. А возможно ли? А как же мы считаем? Будьте святы, как я свят, говорит Господь Бог. Вот в эти слова надо в них. Мы можем не согрешать. Когда умирает человек, мы говорим, Господи, нет человека на земле, который живя не всем грешил бы. Это берется вся в совокупности нашей жизни. Где-то подумал, не так посмотрел, не так сделал. Люди боялись и всего. Наш отец рассказывает про его Тихон Дмитриевич. А Дмитрий, пасли коров здесь. И протели деньги, и по домам кормили пастуха. Такое обычное сястье кое-где есть. Вот так вот полтора литра молока. получали. И вон до обеда как-то там накормили где-то. Он спрашивает, Тишка, а какой день-то звали тяти? Тяти, так среда. Ну, они, которых, хозяйка, накормила молоком. Так он рот полоскал, полоскал водой. Они боялись всего, что отдаляют от Бога. Так понимали. Филипп, так, первые фессаллихи, сам 1,6. Вот вы заметите, сколько мест Писания говорит о подражании? 1 фессаллихи, книжечка, фарисеев, не войдете в Царство Небесное. А они это исполняли точно. А если не исполняли, Малахи, я считаю, вторая глава, проклятием вы проклятие, все вы. Это Бог проклинает. А в чем мы виноваты? Вы не платите десятину. Десятое сейчас заработка, прибытка, все должно выйти на дело Божие. Притом, тебе это не в бедность поставит. Эта десятина тебе не принадлежит, она Богу принадлежит, и он ее приклеил. меня обкрадываете. Не просто жалеете, а обкрадываете. И с кем разговариваете, с верующими? Вы прямо их спрашиваете, скажи, десятину платишь? А куда? Там, где нет торговли. Обязан платить. А торговля есть, они ее отвергнут, она им не нужна. Наши тут были люди, уехали, когда в Грецию, десятину предославной не берет. А зачем мне? Надо убеждать человека. Ну, один, другой нас с человеком поговорили. Ну, с вещей у нас разве не хватает, но не продают. Мы просто пример маленький показали, что можно обойтись без этого насилия над собой, над другими, чтобы мамона старствовал. Не можете служить Богу и мамоне. Второе фессалликистам 3,7. Повторяю, 26 мест у Златоуста я считал в среднем где-то 35 примерно, иногда до 70. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас. Сначала мне подражать я Христу, потом подражать и Богу и нам и все время Павел напоминает в разных посланиях. Смотрите, послание это коснулось их, считать может не каждый умел, ведь 2000 лет назад какое-то было образование, 3,9. не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Видишь, как он заботился, Павел, чтобы кому в тягость не быть. А так один раз накормили, другой раз идем туда. А ты что для этого сделал, чтобы оправдать то, что ты взял, употребил? Надо более серьезно на это все посмотреть. Мы оставляем людям пример. Сегодня это все кверх ногами могут поставить, но завтра сама история жизнь покажет по-другому. Люди будут вспоминать, да, вот он был такой вот. Ну, человек может быть и неверующий. Герман Аляскинский, канонизирован. Вот он приезжает на север, а у них там шаман бубном бьет, скачет. Какой он шаман был? Это же не христианин-то. А он говорит, скоро такой человек приедет к нам с бородой и он говорит, а Боге будет говорить, вы его слушайте. Вот когда читаешь биографию, так он же неверующий. Бог берет ослист и через ослист останавливает пророка. Ослист заговорила. Сегодня смотрят люди и говорят, да у нее язык не может такие звуки издать-то. Может. Господь через дни, она может языком-то не шевелила. Доверится тому, что говорит нам Святая Библия. Евреям 6.12 Послание. Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые веру и долготерпением наследуют обетования. Даже посланием за посланием и все время ищет подражателя. Нужна нам поддержка. В жизни вашей когда-то будет момент, когда придется тогда сказать детям, если не сказали, подражайте мне, как я Христу. Вы просто обязаны. Если дети есть и не будем примером, строгое отзыскание будет. Куда они пойдут? В какое место? Евреям 13.7 Взятый эпиграфом 12 томам Жития Святых. Поднимите Ростовскому одно предложение. Поминайте наставниках ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и взирая на кончину их жизнь, подражайте вере их кончина. До конца он будет верен или нет? Вот у нас здесь нет неканонических. Третья Ездра 15.48 Можно записать, посчитать. Третья книга Ездры 15.48 16.52 16.52 Не подражаем и правде там все об этом сказано. Примудрость Соломона 15.9 Так, теперь Еремея 6.10 Посмотрим теперь какие качества должны быть у человека и куда он должен смотреть, чтобы подражать Богу. Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушать? Вот ухо у них необрезанные, они не могут слушать. Вот Слово Господне у них в посмеянии. Оно неприятное. Слово Божие в посмеянии. Этих людей нет. Это 700 лет примерно 650 до Христа. А печать осталась. Пророк живой к ним приходил и что с ними делали? Искали убить. Есть такой фильм посмотрите «Еремия». Советую посмотреть. Как его заставляли молчать, как его били, как в колодец грязью бросили. И все это сделалось известным тому, кто придет разрушить Израиль. Царю глаза сразу выжили. Детей всех зарезали. А где этот пророк? В клетке сидит. Выпустите его и пусть идет куда хочет. По нашим рассуждениям он был неразумный. По человеческим. Люди когда раскулачили, я говорю, а что с собой брали? Ну маленько крупы соседка дала еще что-то. А мы взяли икону. Большая икона. А она под стеклом. И когда туда приехали и сумели там с пластов земли что-то сделать, у нас стекло было что-то ставить. Если с собой то больше ничего нету. А если у тебя с собой Слово Божие, когда гнали евреев, они что могли запрятали где-то подул, взрывали, потом через годы, годы старались как-то пробраться в эту страну, выкопать это Слово Божие и увезти. Нужно в нескольких экземплярах перед первым арестом у меня было что дали мне журнал, что интересно, фактический пресс-витер. И он миссионерский журнал. Очень хороший. где-то 1400 страниц. Я не знаю, 5 кажется, я экземпляров законспектировал в разные города спрятал, чтобы запомнить, как беседовать с людьми. У нас ревнитель называется. Там он вся вещь ломал. И Господь все сохранил. Поэтому где-то что-то Евангелие сделайте в неприступном месте в одном прикройте. Я наказываю мне на грудь положить Евангелие, когда я умру. Несколько раз там заламинировать, мешочки положить, чтобы оно не попортилось. Дальше. приехал сюда за час раньше, потому что, запомни, все это не просто так. Исайя 50, глава 4 по 5 стих. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобного учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я делюсь опытом своим. Я очень часто во сне продолжаю, когда делал занятия в пяти университетах, мне все время не хватает. Я с ректорами беседую, где бы помогли еще найти. Я во сне, это все повторяется и повторяется. Я во сне проповедую и показываю. Вот написано. Проснулся, рука поднята, и палец показывает местописание. Это Господь так делает. Человек сам себе не может такой сон создать. Дальше. Иеремия 13, 10. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. Будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Бог их чрево до желудка работает. Славой в сраме они мыслят о земном. И Господь говорит, что священство туда шло. Все отступили. Один человек. Вот идти в плен, что с собой взять? Ну, вот я говорю, взяли иконы. А Иеремия взял там пять, кажется, булыжников, обмазал глиной, положил себе в рюкзак и идет. У тебя еще с собой? Ну, покажи. Когда пошли уходить из Иерусалима отовсюду. Страна разгромленная. Ему дали свободу. И пошли в Египет. Египет самая сильная была держава. Он говорит, не ходите. Господь сказал, здесь живите. Вы защищены будете? Нет. Мы уйдем. И он принес туда эти булыжники. Дали им место, где... Ну, все. Теперь он берет лопату, копает и булыжники зарывает. Все смотрят, нормально или нет. И он говорит, вы убегали от кого? От халдеев. Вот здесь будут халдеи. И главный шатер их, императора, будет стоять на этом месте. Я кудамит уже заложил. И именно на этом месте он будет. Бог делает чудеса. Бог сказал, я тебя не оставлю и покину. Я прошу всех помолиться, о чем важное дело предстоит. Так скажу. Так. Иеремия 35, 13. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима. Неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов Моих, говорит Господь. Свидетели ищет. Кто бы ни пришел к вам, какие бы ни были разговоры, выберите минуты две, на улице вынесите или в комнате, откройте Святую Библию. И несколько слов прочтите, которые затрагивают вас. Давай подумаем о вечности. Мы такие скоротечные. Внезапно вот эта мирная жизнь кончится. Я вчера об этом говорил. Открыто патриарх Кирилл стоит рядом с президентом, ну и главный, вы знаете, Сергей, который по военному делу тоже. И просит молиться за президента и за всех военных. Вот среди ночи встать и помолиться. И очень непросто. Буквально весь мир против русских сейчас идет там. Никогда не встревайте в эти разговоры. Нам повеление надо молиться за царей, за начальствующих. Молиться искренне. Потому что Бог знает. В данном случае президент, я говорю, отвечает за свои слова. Он выступает как помазанник Божий. Потому что вся зараза оттуда шла все эти годы. И Господь подвиг его. Прошу очень даже. Сегодня серьезный этот вопрос. Иногда что-то где-то там говорят, а другой не знают. И начинают передавать там русские солдаты. Там насилуют женщин. Это называется обман. Фейк. 15 лет срок. За убийство всем только дают. И те, которые в начале лета, они сказали, будучи за рубежом. Нас дадут уже самые смелые. Боятся вернуться. Закон работает. А как? Помолиться. Мы еще от этого не проиграем. А как? Да будет воля твоя. Тому народу очень трудно. По всему миру рассеиваются. Но настаивать на своем, чтобы на нашем родном языке везде их обслуживали. Этого не будет. У нас тут есть такие, смотрите, Татарстан, Чечня. Они на своем языке. Но находятся в федерации. То есть путь показал Господь. По нашему, по конституции можно жить сегодня. Нас не отбирает Библия нигде. Я этого не слышал даже на сегодняшний день. Надо Бога благодарить. Если патриарх сказал, то не зря. Видимо, нужда есть в нас. И поэтому будильщик поставьте или как-то. Хотя бы на пять минут можно ночью встать и воззвать к Богу. Господи, да будет воля Твоя. Там народ погибает. Псалом 27.5 Который мы читаем. За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его. Он разрушит их и не созреждит их. Надо быть внимательными. Что Бог нам дает? Вот даже просто побыл у нас архиерей ушел. Это не просто так. Первый раз. И с таким он расположением. И как был. Ну, по лесу-то вы, видимо, насколько он открыт. Не так, что пойдет и что-то будет. До него, который был делом-то. Это Бог оказывает нам милость. Евреям 5.12 Ибо, судя по времени, нам надлежало быть учителями. Вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Серьезный вопрос. Мы все растем духовно. И о важных вопросах я говорю не о молоке только. То есть, это первое, говорит, о покаянии, о крещении. И с Афонией 2.1.3. Редко мы его берем оттуда. А тут в тему. Исследуйте себя внимательно. Исследуйте, народ не обуздает. Доколе, доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его. Защите правду, защите смиренномудрия. Может быть, вы укоренитесь в день гнева от Господня? Укоренитесь? Укройтесь. То есть, Господь уже определил, и идти некуда. Мы узнали это. И тогда были такие же люди. И посылает определенного пророка Амоса. А он пастух. Сикамора собирал там эти плоды. И Господь говорит, иди. Он говорит, я говорить-то не могу. Пойди, я в тебя вложу слова, и ты их скажешь. Сегодня Господь нам говорит, как подражать. Бояться этого мира, чтобы дети там не погибли. Не нахватали, что не надо. И благодаря Богу мы достигнем Царства Небесного. И быть Иисусом Христом в вечности. Аминь.